приветствую мои дорогие друзья сегодня вяжем вот такой замечательный узор он очень простой очень теплый очень красивый и в зависимости от того какой толщины вы возьмете нитки какое сочетание цветов он может быть ну совершенно разный на самом деле точнее будет один и тот же насмотреться по-разному мне очень нравится вот такие ромбики по-моему очень душевный очень душевный узор мне нравится что он жаккард он обычный жаккард и в этом узоре самое сложное только одно чтобы вот эти протяжки не висели какими-то длинными петлями потому что если они будут висеть длинными петлями бокс не даже с красотой это ужасно неудобно если это изделие например свитер ну одевать его будет некомфортно неудобно впереди здесь соответственно от толщины вязки от того как вы аккуратно вяжите зависит ровности изделия вот у меня нитка синтетическая и она может быть естественно постиранные намоченные но она не может быть отпаренной если у вас шерстяная нитка наверное немножко проще можно что-то отпарить но по собственному опыту жаккард отпарить если вы что-то перетянули но это как бы как бы это не получится все равно результат поэтому если вы вяжете любые жаккардовые вещи рекомендую обязательно связать образец сначала и примерно вот такой величины потрате на образец время но зато вы потом сэкономите куча времени при вязании изделия а этот узор я нашла на канале валентины канал называется видео крафт рекомендую вам зайти на этот канал очень много интересных узоров и очень подробные объяснения и мы иногда завимствуем друг другу узоры но каждый объясняет по-своему поэтому непонятно что то у меня зайдите к валентине она объясняет по-своему непонятно у валентины заглядывайте ко мне одним словом ну уж вдвоем мы точно объясним даже очень сложные вещи рекомендую зайти к вали рапорт составляет 6 петелек надо набрать можете набирать кромочные можете нет вот кромочные у меня обозначены как всегда крестиком рекомендую кромочные вязать особенно его ну как особенно и в образцах и в изделиях и особенно обратите внимание на кромочные если вы вяжете предположим свитер у вас есть перед спинка за что-то надо сшивать обязательно их используйте чтобы рисунок не стал кривой косой и размер изделия не потеряла показано как будет выглядеть жаккард вот именно с лицевой стороны здесь ничего сложного нет это все сплошные лицевые петли абсолютно с лицевой стороны и соответственно изнаночные с изнаночной стороны один цвет одна петелька потом 5 петелек другого цвета это очень большой пропуск в обязательном порядке где-то в районе после 2 или после 3 петельки нитки надо перекрутить вот если у вас пропуск предположим одна петля или 3 петли другого цвета но это не требует в середине каких-то закреплений нитки чтобы не было протяжки 3 петельки это максимально ну 45 уже в общем то надо что-то делать давайте вам покажу как я это делал с лицевой стороны вот первый ряд все вяжется лицевыми чтобы с наружной стороны был соответственно с изнанки изнаночными у меня идет вот этот цвет синенький потом идет розовые так всегда кромочная раз потом идет синенький вот он здесь все очень просто а потом 5 розовых вот у меня ниточка я аккуратно я беру и вывязываю 5 петелек 1 2 подправляю 3 вот после 3 петли я перекручиваю определитесь в какую сторону вы крутите нитку чтобы у вас и с обратной стороны было максимально красиво вот 5 петелек синенькая у нас видите перекручена буквально фактически за одну за две петли розовых она зацеплена значит ее крутить уже не надо значит можно просто взять и провязать опять по рисунку дальше синие 5 розовых и таким образом до конца больше трех петель не пропускайте вот нужно закрепить 1 1 перекрутили и не натягиваете провязали 2 3 петли немножечко потянули посмотрите как сзади ровненько дальше идете изнаночный второй ряд мы вяжем так как видим петли по цвету с изнаночной стороны то есть каждый четный ряд повторяет нечетный только нужно соответственно вязать изнаночными поскольку изнаночная сторона она и есть изнаночная таков рисунок ну что ж вот мы видим синенькую давайте провяжем синенькую потом опять соблюдаем тот же самый принцип что больше трех петелек одного цвета мы не провязываем после этого мы закрепляем нитку вот 3 петельки я провязала 1 2 закрепила провязала 2 по рисунку подтянула провязала синий и окончательно расправила видите абсолютно аккуратно получается давайте еще раз не бойтесь жаккарда такого обычного почему-то я смотрю очень многие идут лучше вязать ленивый жаккард и мол типа он проще я не могу сказать что проще а что не проще в любом случае не бойтесь протяжек потому что это дело буквально одного образца когда вы его провяжите то у вас это будет все до автомата вот я провязала ряд и рисунок продолжается дальше вот такая вот красота очень мне нравится этот узор он какой-то и спокойный и элегантный и несмотря на то что в общем то здесь по 5 5 петелек есть местами где идет один цвет а нужно закреплять и вроде бы на это тратишь время как-то очень быстро и легко он идет очень рекомендую вам этот узор я считаю что он прекрасно подойдет даже для каких-то покрывал на кресла на дивана и вот именно покрывала на теплые зимние вещи не забывайте жаккард он чем хорош он теплый потому что нитка фактически в два ряда ну что мои дорогие друзья спасибо за внимание за то что были вместе со мной подписывайтесь ставьте лайки и пока пока спасибо за внимание спасибо за внимание со мной